Шаббат шалом! С наступающим шаббатом! Это последний шаббат в году, перед Рошашаной, в этом году. Интересная вещь, что очень часто люди говорят, иудаизм это очень далеко от меня, мне это очень тяжело. Шаббат, кашрут, я живу своей жизнью, мне сейчас начать, это так далеко от меня, чтобы это все начать, даже какие-то шаги начать делать. Интересная вещь, в недельной главе говорится, в главе Нитсавим, что Тора, она не на небесах. Что эти слова очень близки к тебе, в твоих устах, в твоем сердце, чтобы ты мог их выполнить. То есть, Тора говорит совсем наоборот, что ты думаешь. Тора говорит, нет, Тора к тебе так близка, она часть твоего ДНК. Часть тебя, это все, что заложено в тебе. Ты знаешь, как ее выполнять, ты имеешь все, все, что тебе необходимо для того, чтобы быть связанным с Торой, выполнять медсот, тебе все дано. И не думай, что это далеко от тебя. Но задается вопрос, почему же люди боятся или не начинают делать шаги, идти, быть связанным с Богом. Одна из интересных вещей, мы стоим прямо перед Рошашаной. Интересная вещь, слово Рошашана. Рош – это голова, шана – это год. Но слово шана еще можно понять под словом щенуй. Щенуй – это как бы изменение, это поменяться. Рошашаной, как бы, можно так как бы сказать это слово. Рошашана, как бы, начало изменений. То есть Рошашана – это начало наших изменений в нашей жизни. Как мы можем начать, идти в сторону Бога, связаться с Богом? Вот это вот начало наших изменений. Это начало наших изменений. И говорят мудрецы, что человек больше всего… Иногда вот мы думаем, а почему вот нам кажется, что Тора далеко от нас? Потому что мы боимся начать. Начало – это самое тяжелое. Но, как только ты сделаешь первый шаг, потом все идет легко. Начать какую-то маленькую митцву. Шаббат, кашрут, филин. Что у тебя, что ты можешь? Но надо начать. Нельзя стоять на месте. На месте стоят ангелы. Они называются омдим – стоячие. А человек называется холхим – ходячий. То есть мы должны идти вперед. Человек не может прийти в этот мир. Ему дали красивое тело. Душа, да? Душа пришла в этот мир. Ему дали красивое тело. Хорошее тело. За всеми талантами. И тут он не использует это тело на добрые дела. Пришел и ушел такой же. Человек пришел в этот мир. Он должен идти вперед. Он должен измениться. Должно быть начало изменений. Вот это троша шана, начало изменений. Вот это чину и должно быть изменение. У одного тренера по марафону спросили, какой самый тяжелый момент в марафоне, когда вы ходите, вот эти длинные дистанции. Что самое тяжелое? Момент, когда вы начинаете ходить, когда вы ходите или когда вы приходите к финишной прямой. Что самое тяжелое в марафоне? И он ответил, в марафоне самое тяжелое это поменять свой костюм, снять свой костюм, свой галстук и одеть спортивный костюм. Это самый тяжелый момент во всем процессе. То есть мы видим начало и вот этот степ пойти вперед это самое тяжелое человеку сделать. Но что мы должны сделать? Мы должны не фокусироваться на самом марафоне, на конце, куда мы должны прийти, кем мы должны стать, как мы должны стать. Мы должны фокусироваться на маленьком шаге. Первый шаг, первый этап, который человек должен сделать. И дай Бог, чтобы каждый из нас сделал этот первый шаг в этот шаббат уже, последний шаббат в году. И с этим шагом, чтобы Всевышний подарил всем нам благословенный и сладкий год. Китива в хатима טובа и шаббат шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова